Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Познаем Западную Армению, МОКС. В Гаагском суде представлена карта территории, оккупированных Азербайджаном после сентябрьского нападения. В Австралии призывают правительство страны предпринять шаги по защите населения Арцаха. Конгрессмен США Фрэнк Палони присоединился к акции Армян Америки против блокады Берцорского коридора. На армянском кладбище Самусата построят здание. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Населенный пункт МОКС в Западной Армении расположен к югу от озера Ван на берегу реки МОКС правого притока Восточного Тигра. Обычная деревня со всех сторон окружена горами. Турки называют ее МОКУС. Упоминается как поселок, город, крепость. В монастыре Аменапер-Кич сохранилась могила некого МОГа по имени Гаспар. Именно с ней связывают происхождение имени МОКС. Город окружен плодородными садами ореховых, грушевых, яблоневых, сливовых деревьев. Имеет множество холодных источников. Климат мягкий, лечебно-оздоровительный. Зима длится около пяти месяцев. В древности назывался МОК. Был центром МОК провинции МОК. В 9-11 веке вместе с одноменной провинцией подчинялся крестьям-царям Арцуни. В средние века МОКС был армянонаселенным городом-крепостью. В новое время, помимо армян, здесь проживали также кунты. В 70-е годы XIX века в городе проживало 2000 жителей. В начале XX века 200 домов и 1600 жителей. Значительная часть армянского населения МОКСа и окрестных сел приняла участие в героической самообороне Вана. Спаслась от турецкого и тагата. Десятками тысяч армян в сопровождении русских войск и армянских добровольческих отрядов эмигрировала в Восточную Армению. Более чем через четыре месяца после крупномасштабного сентябрьского военного наступления армянская сторона впервые официально опубликовала карту территорий, оккупированных Азербайджаном. Карта была представлена во время слушания Азербайджана против Армении в Международном суде ООН. Один из адвокатов, представляющих иск Армении, Шон Мерфи, в суде представил карту в Гатском суде, чтобы доказать, что ставшие поводом для иска мины находятся на суверенной территории Армении, которой оккупировали Азербайджан. Баку в Международной инстанции обвиняет Армению в минировании азербайджанских территорий и транспортировке мин в Карабах по Лачинскому коридору. Министерство обороны Армении пришло к выводу. Мины, показанные на фотографиях, предоставленных суду правительством Азербайджана, были взяты Азербайджаном с территории Армении во время агрессии 2021-2022 года. Сказал Мерфи в суде. На карте, подготовленной Министерством обороны, отдельными цветами отмечены территории, оккупированные Азербайджаном в мае и ноябре 2021 года. По карте видно, что Азербайджан захватил обширные территории во время вторжения в мае 2021 года и сентябре 2022 года. Западная Армения с различных международных площадок неоднократно представляла преступления Азербайджана-агрессора, направленные против мирного населения. То, что сейчас делает турецко-азербайджанский тандем, является ничем иным, как подготовка к очередному геноциду. Сожалеем, что на карте, представленной армянской стороной, не были учтены погромы, разрушившие регион в 1920 году с целью сокращения армянской демографии. Австралийский институт исследования Холокоста и геноцида и Экуменический собор Нового Южного Уэльса обратились к федеральному правительству с письмом, в котором выражают обеспокоенность действиями Азербайджана против коренных армян Арцаха. Армян Пресс передает об этом со ссылкой на сообщение комитета Айдата Австралии. Авторы открытого письма молчание правительства Австралии назвали оглушительным и неприемлемым. В то время, когда силы обороны Австралии активно поддерживают Украину, меньшее, на что мы, как австралийцы, можем надеяться, это публичные заявления федерального правительства Австралии в поддержку коренного армянского народа Арцаха, поддержку гражданского населения, чтобы положить конец бесчеловечной и незаконной блокаде мужчин, женщин и детей. Сейчас время публичных акций в защиту народа Арцаха, говорится в письме. В письме Экуменического собора Нового Южного Уэльса говорится, это безжалостная тактика, замаскированные экологические протестующие говорят о том, что блокада является скоординированной атакой на республику Арцах с целью создания необратимых гуманитарных последствий для населения, с явным намеренным сделать жизнь армян Арцаха невыносимой, для достижения их едва замаскированной цели этнической чистки. Армяне Америки у здания Капитолия в Вашингтоне провели демонстрацию, выразив свой протест против блокирования Берджорского коридора. В акции протеста принял участие конгрессмен США Фрэнк Палони. Армен ПЭС предает об этом со ссылкой на сообщения конгрессмена в Твиттер. Сегодня демонстранты у Капитолия протестовали против незаконной и бесчеловечной блокады Азербайджана Берджорского коридора. Я с гордостью присоединился к ним, призывая США привлечь Алиева к ответственности за нарушение прав человека в отношении народа Арцаха. На фотографии, приложенной к сообщению, видны флаги Армении и транспаранты, призывающие к прекращению блокады Арцаха, прекращению военной помощи Азербайджану и другие, поддерживающие Арцах призывы. На некогда армянском кладбище в провинции Кахта поселка Самосад Западной Армении осуществляется строительная программа. Земельный участок, захваченный у Западной Армении турецкими властями, составляет 8 432 метра. Об этом ОКО сообщил председатель земляческого союза Самосад Адыяман Арман Бакырджиоглу. Обративший соответствующие органы, потребовал объяснения относительно строительных работ на территории. Найденные останки должны быть перенесены в гнойное место и переданы земле должным образом. Турция продолжает культурный геноцид, который неприемлем и недопустим. В результате политических планов этой страны разрушается культура, которая является ценностью мирового значения. Историк, руководитель Телегранакерской экспедиции Гамлет Петрусян разместил на своей странице в Facebook фотографию с надписью «Хачкарная скульптура Арцаха является уникальным проявлением армянской культуры хачкаров. Она представляет смертных, их основное занятие – ожидание представления о бессмертии. Среди множества персонажей темы, характеризующие войну и сражения, имеют особое значение. Судя по хачкарным надписям с изображениями воинов, их наиболее вероятным началом можно считать середину XII века, когда власти Арцаха начали упорную борьбу за освобождение. Около трех лет назад в лесах села Потрек обнаружили хачкар, который по всей вероятности является одним из первых таких хачкаров. По своей простоте выделяется скульптура, не изображены одежда, шапка всадника, не детализировано лицо, конный экипаж и седло. Замечен меч и панцирь, прикрепленный к поясу. Перечисленные детали дают основание отнести хачкар к XI-XII веку. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, а также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что выделить зрителей, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Вестер Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok